Уважаемые горожане, добрый день! Сегодня 8 октября, четверг, и мы собрались на день раньше, не по пятницам, как раньше договорились, потому что у нас есть свежие новости, которые достойны не просто анализа, а серьезных выводов для того, чтобы дать вам конкретные предложения, для того, чтобы понимали, как сейчас нужно себя вести и что нужно делать для того, чтобы не заразиться. Новая коронавирусная инфекция прибавляется в нашем городе достаточно высокими темпами, и уже не важно, сколько всего прошло за неделю, и уже сейчас не тот этап, когда мы считаем в среднем за день, а нам важно, сколько каждый день прибавляется, и мы видим, что это число с каждым днем существенно растет. Если на прошлой неделе мы говорили, что в среднем прирост составляет 20 случаев в день, то прямо буквально, начиная как раз с пятницы прошлой недели, мы видим, что он увеличивается 37, 42, 43, 58, на сегодняшний день 68. То есть мы прошли тот критический этап, когда наша заболеваемость была на плата, и мы вышли на тот этап, когда идет существенный рост. И рост как раз и обусловлен тем, что каждый день резко, я считаю, что это резко на этом уровне заболеваемости, вырастает количество новых больных. К этому количеству новых больных прибавляются все те, кто вместе с ними проживает в семейных, в домашних очагах. У нас в среднем семья составляет 3 человека. Но иногда это бывают очень большие семьи. И тогда к ним еще умножайте эту цифру на 3. Это еще количество контактных, которые тоже потом могут заболеть. А еще добавляем количество контактных у себя на работе. Потому что на работе, к сожалению, тоже, как выясняется, когда идет расследование каждого случая, не все носят и не все соблюдают средства профилактики, и не все соблюдают дистанцию по тем или иным причинам. И тогда туда добавляются еще контактные. И таким образом количество одновременно сейчас болеющих в городе, плюс контактных к ним, товарищи, уже превысило 1300 человек. 1300 человек находятся дома на больничном листе по карантину, по заболеванию. Не может ограничено в передвижениях. Имеет опасность заболевания. И это такая масса людей, которые невозможно ежедневно обзвонить, дать рекомендации, медикам объехать. И поэтому мы понимаем, что мы сейчас проходим ту критическую черту, за которой достаточно сложно будет оказать всем должное внимание. Что мы должны для этого сделать? Для этого действуют все те же золотые правила, на которые сейчас нужно ставить большой акцент. И если раньше люди подвергали опасности только себя, то сейчас мы четко видим, что заболевшие приносят это в семьи, в свои, к людям престарелого возраста. И они уже их подвергают большой опасности. Поэтому разобщение, разобщение, разобщение абсолютно всеми средствами и силами у нас на сегодняшний день до сих пор при выявлении контактов, выявляются такие контакты, как человек по 10, какие-то мероприятия праздничного характера. Мы отмечали юбилей, мы отмечали день рождения, мы отмечали то или иное важное событие для семьи. Значит, у нас сейчас опять тот период, что никаких важных событий мы вместе не совмещаем. Если вы их проводите, значит, вы их должны проводить в средствах защиты. Все равно очагом это не является. И не надейтесь, что вам будут больничные листы по карантину. Весь город на карантин мы высадить не сможем. Считайте, что мы уже все с вами на карантине. Мы все постоянно должны с вами разобщаться, разобщаться, разобщаться. Еще раз повторю, всеми возможными способами. Там, где это невозможно. Использование средств защиты, мер профилактики, личной гигиены. И, наконец, помним о том, что нужен свежий воздух. И помним о том, что нужна вакцинация от гриппа. На сегодняшний день у нас в городе от подлежащих вакцинации привито уже более 70%. Это люди, которые на сегодняшний день, как минимум, защищены от тяжелых форм, от COVID-19. Я уже рассказывала, почему вакцина от гриппа действует на течение, заболевание и осложнение при COVID-19 и от смертельных случаев. Но у нас сегодня с вами очень печальный повод. У нас есть еще одна смерть от COVID-19. И это, конечно, опять человек, который находился в зоне риска. И по возрасту, и по сопутствующим заболеваниям. К сожалению, вот такие люди у нас уходят, несмотря на то, что вовремя поставлен диагноз, несмотря на то, что начато лечение. И лечение оказывается в должной степени, в должной мере. Но, тем не менее, при наличии одного, а как наше сейчас здравоохранение говорит, если еще и двух сопутствующих заболеваний, то риск получить осложнение и смерть у такого пациента крайне высок. Крайне высок. И сейчас среди вот этих новых заболевших 40, 50, 68 человек на сегодня мы видим, что достаточно большое количество лиц, как раз находящихся в этой зоне риска. Это значит, что либо они сами, либо те, кто с ними рядом живет, не соблюдали эти правила и подвергли их такой опасности. Либо сами они себя. Вот еще раз смотрите, что у нас сейчас на повестке дня. Огромное количество групповых, организованных, экскурсионных поездок. Пусть даже недалеко. Пусть даже не за пределы субъекта. Сам факт сбора большого количества людей в одном транспортном средстве, на одном автобусе, да еще и, как показывает практика, без использования масок, как раз приводит к тому, что если больной есть у нас в этой группе лиц, то очень возможно заражение. У нас была одна из поездок, где поехали 22 человека в группе. Из 22 человек 18 заболели. Двое не заболели только потому, что они переболели ранее, в начале лета. И вот двое, представьте, всего двое из 22, благодаря своему здоровью, иммунитету, а может быть еще каким-то мерам, мы не знаем, использовали ли они средства защиты, они не заболели. Вот примерная статистика, чтобы понимать нам с вами, что такое сейчас сбор в какие бы то ни было коллективы. Поэтому возвращаюсь к смерти нашего уважаемого человека. И вот посмотрите, как изменился вирус на сегодняшний день. Он не тащит за собой очень длинное и вялое течение. Очень быстро, очень быстро больные из группы риска, из формы легкой переходят в средне тяжелую, тяжелую и умирают. Вот по статистике это случается теперь за две недели. В данном нашем случае это произошло фактически за 11 дней. 11 дней и человека не стало. От полного здоровья до смерти. Вот так коварен сегодня вирус. Вот таким образом он выбивает из наших рядов людей нами любимых, уважаемых, но, к сожалению, тех, кто находится в зоне риска. Мы их с вами должны беречь. Мы их должны провакцинировать от гриппа. Мы их должны сейчас высадить на дистанционное обучение или работу, если работа это позволяет. А если работа это не позволяет, значит, их нужно защитить всеми другими мерами, которые у нас тоже на сегодняшний день есть и тоже работают. Ну и последнее. Если ни то, ни другое, ни третье не помогло, значит, очень быстрое обращение в лечебное учреждение. Вот тут мы тоже видим провалы. Люди тянут. Люди тянут до тех пор, пока не будет высокой температуры, до тех пор, пока не будут проявления уже какие-то с трудностями дыхания и так далее. Нужно это делать несколько раньше. Но тут я как раз горожан хочу похвалить, потому что у нас сейчас много вызовов и скорой помощи, и медиков из поликлиника. На самом деле у нас сейчас прекрасная выявляемость коронавирусной инфекции именно на доклиническом этапе. То есть вот как раз многие люди и продлевают себе жизнь, и спасают себя именно благодаря тому, что вовремя обращаются к врачу. Товарищи, я обращаюсь к вам с огромной просьбой, чтобы вы находили золотую середину между тем, что надо делать, и тем, что излишне. Нам не нужна с вами паника. Нам не нужно считать, что если начался рост заболеваемости в Сарове, в Нижегородском регионе, в целом в Российской Федерации, то значит все, всем нам пришел смертный час, или как ни один мужчина по телефону несколько дней сказал, что же вы хотите, чтобы мы все дохли как мухи. Нет, конечно. Мы хотим, чтобы все были здоровы, чтобы максимально люди не заражались, а заражавшись получали хорошее лечение. И у нас есть сейчас все с вами для этого, для этого лечения. У нас с вами есть система изоляции разработанной, которую прежде всего вы должны, уважаемые товарищи, соблюдать, самоизоляции. У нас есть с вами медики, которые теперь уже имеют лекарства, оборудование, нужное количество коек. По коекам тоже много вопросов. У нас с вами в разные периоды течения этой заболевания было развернуто разное количество коек. Потом мы пошли на их сокращение. Сейчас опять увеличиваем. Останавливались на 50. Сейчас у нас 70 коек развернуто. Нужно, значит, их скоро будет, со следующей недели 90, и сколько хотите их будет. То есть все зависит не от того, что кто-то не готов принять. То есть мы должны понимать, что медики настроены. Но и другая сторона нашего нормального здравомыслия должна говорить о том, что нельзя все пустить на самотек. Нельзя подспудно думать, что если у нас есть лекарства, медики и койки, значит, я делаю, что хочу. Значит, я себя не берегу. Значит, я не берегу своих родителей, своих детей, своих коллег. Найдите, уважаемые товарищи, золотую середину. Будьте бдительны, но при этом продолжайте нормальную жизнь. Если нужны какие-то подсказки. Сейчас очень многие звонят, но вы прекрасно понимаете, что перегружена у нас сейчас поликлиническая сеть, потому что вызовов очень много сейчас. Вот я говорю, сколько, видите, у нас сколько больных. У нас перегружена сейчас и наша система, и перегружены эпидемиологи, и огромное количество справок выдается, и вносятся новые формы, и так далее, и так далее. Сейчас очень много такой вот вокруг этого нервного ажиотажа. Давайте все немножко успокоимся и подумаем, что мы можем сделать. Все, что мы можем сделать, давно проговорено, давно везде написано. Если мы это будем делать, то мы придем с вами к хорошему результату. Я на это очень надеюсь. Я всего этого вам желаю. Всего вам доброго. До новых встреч.